Всем привет дорогие друзья, с вами Арктик и сегодня мы побегаем с СВД. СВД это русская снайперская винтовка Другунова, обладающая полуавтоматическим темпом стрельбы. Данную винтовку вы можете приобрести уже с третьего уровня, за 45 тысяч кредитов, либо 1249 фунтов. Обсудим начальные показатели СВД. Урон в тело, максимальный 44, минимальный 26. Боезапас, 14 патронов в трех обоймах. Перезарядка, 4,5 секунды. Максимальная дальность, 215 метров. Скорострельность, 132 выстрела в минуту. Раскроем плюсы и минусы винтовки. Первым плюсом можно отметить ее раннее открытие, третий уровень. Вторым плюсом будет являться урон. У СВД он немного выше, чем у остальных полуавтоматов снайпера на ближней и дальней дистанции. А теперь перейдем к минусам. Первым минусом будут являться ее параметры. Скорострельность, пульодроп, скорость перезарядки, скорость пули и максимальная дальность у СВД хуже, чем у других полуавтоматов. Также хочу отметить как минус модельку оружия СВД. Она у нас очень большая и громоздкая из-за своего удлиненного ствола. Это дает противникам шанс заметить нас при кемпинге за деревьями либо углами. Подводя итог нашему гайду, я могу сказать, что по ходу игры с СВД я понял, что это худший полуавтомат снайпера в игре. Чтобы к нему привыкнуть, вам придется потерять много времени, пота и крови. Советую новичкам ни в коем случае не покупать и не использовать это дерьмо. Лучше бегайте с СВ-98. Даже самые лучшие обвесы не уберут огромную отдачу в СВД. А низкая скорострельность не позволит вам быстро убивать противников в ближнем бою. В бою на дальние дистанции вы хоть что-то сможете сделать за зазевавшемуся противнику, и то не факт. Ни в коем случае не покупайте это за 45 тысяч кредитов. Это можно взять за фунды, и то чисто для коллекции. И все же, если вы решите побегать с СВД, то используйте следующие обвесы для облегчения ваших мок. Используем баллистический прицел РНЖ, Среддоты, Вулканы, Голографики, все что угодно. Ствол Predator используйте для ближней дистанции. Для дальней советую ствол точной стрельбы, он же Precision Barrel. Магазины Viper будут актуальны для нас на любой из дистанций. Приклад ставите любой, лучше Thunderbolt, либо Nemesis. На этом наш гайд подошел к концу. Подписывайтесь, ставьте лайк, спасибо за просмотр. Отдельное спасибо хочу выразить Артему Усенко АК Слипу за предоставленный мне аккаунт. Всем хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok